Девочки, всем привет! Та-дам! Пустые баночки. Естественно, Тёма играет там, крики издает. Холодильник врубился. Так, девчонки, пустые баночки. Я специально сейчас хочу показать их, потому что иначе у меня просто... Мне нужно их выбросить, потому что у меня просто нет места уже складывать, никуда складировать. Итак, кто меня давно смотрит и хорошо меня знает, те просто узнают мои средства, потому что из месяца в месяц, там, или, может быть, от время в время, я покупаю одни и те же средства, проверенные на мне, которые я люблю и не хочу что-то менять. Вот, ну и есть, конечно же, какие-то новинки, которые я, кстати, хочу повторить. Итак, первое это понтин. Сейчас надо переставить, переставила видео. Так, очень близко как-то я села. Значит, это понтин, как вы видите, шампунь для волос, но я покупала её в Турции. Видите, всё по-турецки написано. И в чём разница? В чём разница? В том, что если я покупаю здесь, в Питере, в России, да, шампунь, то я очень много, должен как бы в ладошке, да, у меня объём использую за один до два раза. А этого хватает, вот, это относится и к шампуням, и к средствам для волос другим. Например, кондиционер тоже я в Турции купила. И шампунь, и кондиционер. Вот, буквально чуть-чуть, то есть расход очень маленький. И вот, я так думаю, что этот шампунь, ну, конечно, я не из Турции, после Турции, я, наверное, может быть, это вторая моя баночка после Турции. А в Турции я была в мае. Вот. Ну, не знаю, очень долго он у меня. Но я голову мою двумя средствами. Сначала вот этим шампунем, а потом специальным шампунем для окрашенных волос. Таким синеньким. Синего цвета, он фиолетового. Дальше, что за средство у меня? Ну, это также, как бы, гель для тела. Палмолив. Позарилась на его цену и аромат. Ну, качество какое-то никакое. То есть, жидкий какой-то. Много я лила там на мочалку, я не знаю. Ну, короче, он мне не нравится. Но аромат вкусный очень. Роскошь масел. Инжир. Ну, какой-то приятный, но больше я его не буду покупать. Вот. Лучше я потрачу больше, но качество будет лучше. Не качество, а вот сам состав. То есть, погуще хочется чего-то. А этот прям живкий. Ну, нет, это он не такой. Тут уже воды там Тёмка налил. Вот. Он просто любит играться с пустыми баночками. Вот. Дальше. Что у нас дальше? Ну, давайте для тела. Вот. Все вы уже, наверное, знаете. Я, наверное, вам надоела с этим кремом. Но я его обожаю. Эколотье, как меня поправляли. Крем для тела, питание и восстановление с кокосовым орехом. Эта баночка, вот у меня уже следующая уже я в использовании. Ну, наверное, пятая. Та у меня шестая вот на подоконнике стоит. Я не знаю. Я просто не могу без него. Покупала я изначально в Ривгоше, а потом один раз даже по интернету заказывала. Там подешевле было. По-моему, не на много. То есть, так он... Девочки, я не помню, сколько стоит. Он где-то 300 рублей. Может быть, 329. Вот так я помню, какая-то такая. Ну, вот я готова. Кто не любит кокос, наверное, не стоит даже и пробовать. Вот консистенция мне очень нравится, так как я страдаю там от сухости рук. Но у меня это с аллергией связано, так что у меня не крема как бы... Не советуйте мне, знаете, для увлажнения это не помогает. У меня прописаны специальные крема гормональные даже, и то они не помогают. Так что я просто постоянно мажу руки кремом. Сейчас у меня как раз на столе Хималайя, не знаю, как называется правильно. Хималайя или Гималайя. Питательный крем для рук. Но мне нравится. Ну, это так вот. Я вот перед тем, как... А, нет, я руки еще мыла. Ну, короче, вот после каждого мыся рук, даже если я сполосну, сразу надо, сразу надо мазать руки. Так, значит, вот. Ну, я советую, не знаю, вам советую, там, прислушайтесь. Наверное, все уже, многие видели эту марку. Просто мне очень нравится и аромат, и консистенция. Вот, как бы, очень нравится, могу посоветовать. Дальше перейдем также к... Это так называемый увлажняющий мусс для умывания лица. Ну, я уже говорила, что я второй такой нашла, очень дорогой. Ну, он для лица как бы нормально, да, вот по цене. Вот для лица мусс, пенка такая. Но я его использую для мытья рук. Темке я не даю. Вот. А использую, потому что, ну, опять же, из-за моих рук чуть-чуть вне... Когда я мылом мою руки, мне прям больно. Вот с улицы я прихожу, да, там, после работы, или просто домой мою руки. Мне больно от мыла, то есть я чувствую, вот, потому что у меня микро такие трещины, потому что я чешу, расчесываю, и все как бы, ну, там, до крови. Если вот под лупой посмотреть, это, наверное, ужас. Вот. И вот эта пенка как-то мне помогает. Я ее купила один раз для лица, но потом думаю, о, что-то... Не хочу я для лица использовать, потому что я использую лореалевский гель для лица. И подумала, пенку, может быть, для рук как жидкое мыло. Жалко, конечно, цена дорогая. И вдруг я понимаю, что оно мне как бы смягчает, помогает, и мне не больно мыть руки. Вот так, девчонки. Так что я вторую купила. Денег не пожалела. Ну, кстати, расход очень как бы экономичный. Я чуть-чуть выдавливаю, чтобы мне, ну, хватало на одно там мытье. Вот. Аленка звонит. И мне помогает. Так. Так что для лица, девочки, я не знаю. Видите, как я использую лепетку для лица. Дальше у меня крем iVid. Тоже буду его покупать. Он для рук. Не очень дорогой. Покупал, ну, может быть, 200 рублей, слушайте, девочки. Я не помню. Покупала я его в улыбке радуги. Крем iVid ультрапитательный для рук. Эффективно питает, сохраняет молодость рук. Но я его стала почему-то... Так мне понравился аромат и консистенция, что я стала применять для лица. Сейчас у меня такой период. Такой ненормальный период почему-то. Минимализм какой-то полный. Вот. И для лица я убрала и ланком, и всякие мои сыворотки. Тоже, знаете, недешёвые. И тоник я убрала, девчонки. И просто вот мою лицо сначала гелем. Ну, как гелем? Гель, да, для мытья лица. Потом молочком. Потом всё это смываю ватным диском с простой питьевой водой. Потому что не из-под крана, потому что из-под крана сушит. Вот. Просушиваю полосенчиком. И потом просто наношу крем. Эффект такой же, девчонки. Ну, не знаю. Ну, у меня бывает такой. Я бывает могу пять, пятиступенчатый, да, там, уход. А могу вот такой. Вот сейчас мне почему-то такой нравится. Не знаю, у меня бывает. Вот, знаете, осенью-весной обострение. Вот. И вот этот крем я весь использовала для лица. И очень мне понравился. Так хорошо впитывается. Такой, и кожа такая и становится, и нежная, напитанная. Не знаю, мне понравился. Я ещё куплю. Сейчас я просто другой использую. Тоже просто крем. Но другой марки. Вот. А этот вот куплю и буду тоже мазать личиком. Так. Ну, и маленькие у меня тут средства остались. У нас будет маленькое, коротенькое видео. Что у нас здесь? Ну, это, может быть, кому-то неинтересно. Зубная нить. Почему я её сохранила? Чтобы вам показать. Я не знаю, что это за марка. Старт Дент. Но она в пятёрочке за 99 рублей. За 99. И она гладкая такая. Знаете, есть нить негладкая такая, перекрученная от... Господи. От Энд. Короче, какая-то фирма. Ну, я не знаю. Все эти нити продаются за 300... 358. 380 рублей. Это вообще жуть какая-то. Как будто нить вот эта какая-то ерундовая. Нить нельзя подешевле сделать. А это 99. Ничем не отличается. У меня и Алёнка попросила. Ну, так как она в пятёрочку не ходит. Я там ей просто по три штуки дарю. Вот. И сама подсела тоже. Очень нравится. Никакой разницы нет. Также чистит зубки. Как бы всё хорошо. За 99. Зачем мне платить? 380. За что главное? За нить? За 300? Вот за эту пластмассовую нить или какая-то там? Не пластмассовая? Ну, короче. Вот. Дальше что у меня? Средство. Средство. Это Ле Туаль. Это тоже, может быть, вы видели. Он так выдвигается. И такая кисточка мягенькая. Консилер. Ну, чем он мне нравился? Во-первых, по применению очень мне нравится. Нежненькая такая кисточка. И он тающий. То есть я вокруг губ... Он такой мягкий, увлажняющий как будто бы. И тоненько ложится. Не плотный, а такой прям жиденький как будто бы чуть-чуть. Я вокруг губ, ну, контур губ наносила им. Вот. И пока я там что-то делаю, я вижу, я даже не растушевывала. А он сам таял на губах и впитывался. И цвет дает. Контур сохраняет. Ну, как бы. Просто я люблю, когда помаду накладываю, да, мажу помадой. И карандашом я люблю как бы выбелять цвет, ну, чтобы более смотрелся карандаш с помадой. Дальше у меня тоже. Тоже хочу купить в Аглитуале, но их уже нету. Сказали потом. Или они перевыпускаются. Да, по-моему, они в другом уже... В другом как-то исполнении. Ну, не знаю. Вот. Дальше тоже есть такой Би-Би-Краем от... Господи, девочки. Эрбориан. Он не дешевый. Скажу вам честно. Очень даже не дешевый. Но я как-то насмотрелась. Я вообще знаю, что это Эрбориан. Я так ее называю. Эта фирма. Очень хорошие там питательные вещества. Короче, состав очень хороший, уходовый. Вот. И насмотрелась тоже или рекламы, или чего-то. Помню, смотрела девочку какую-то. И вот она тоже советовала. Я побежала. В одном не было в магазине в Ревгоше. Я побежала в другой магазин. Чуть ли там не ехала в центр города специально. Купила. Очень красивый цвет такой сероватый. Как вот у меня подтон сероватый. Ну, вот буквально он просто вот сливается. Просто вот сливается. Даже вы не увидите. Впитывается. Увлажняющий. Ну, просто вот сказка. Я не знаю. Я вот хочу тоже накопить, так сказать, и купить его. Может быть, зимой даже. Не знаю, если увижу. И оттенок такой хороший. Ну, вот я не понимаю, какой это оттенок. Ну, надо посмотреть и записать, или его сохранить, чтобы вот прям купить. Такой же. Ну, и последнее средство это карандашик от Vivienne Sabo в оттенке 01. Они у меня тоже летят. Хотя раньше они летели у меня быстрее. Тут такая кисточка тоненькая. И тут, девочки. Во-первых, очень красивый цвет 01. Для блондинок прямо вот 100%. И тут очень, ну, тут, наверное, уже нету, очень тоненький грифель. Его уже нету. Вот. Очень тоненький. Такой и не твердый, и не мягкий. Ну, просто вот для бровей прямо волосочки можно рисовать. У меня уже куплен новенький. Вот. Очень мне нравится. Вот это средство для бровей у Vivienne Sabo. Просто, наверное, тоже уже пятый раз его покупаю. И еще тушь Vivienne Sabo для бровей. Тоже просто покупаю по две штуки. Раньше-то они дешевые были где-то в районе 200 рублей. А сейчас, конечно, дороже. Вот после того, как с рынка ушли все марки. Вот. Поэтому вот все мои средства. Что я рекомендую однозначно. Вот я себе, сама себе рекомендую, что я куплю. Видите, все нужные средства. Вот это точно. Вот это мне нужно сохранить, чтобы купить такой же. Далее. Вот этот крем тоже. Куплю. А, девочки, вот у меня уже закончился тоже молочко Swiss Image. Вот видите, на дне есть. Я только им смываю косметику. Вот после душа, после геля. Гелем я смываю косметику под душем. А потом молочком. Вот. Так что, ну тут уже осталось. Тут уже не вытащить. Вот это советую и сама себе куплю. Вот это уже купила. Так. Это No. Это Да. Да, 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 да. И до сих пор пользуюсь. Вот это очень экономичное средство. 99 рублей. Ну и это в Турции обязательно в следующее лето, когда поедем, я тоже именно возьму и шампуни накуплю, и этой же фирмы Pantin кондиционер для волос. Вот, девочки, и все, что я хотела вам рассказать. Нужные средства достаточно. Быстро они у меня, ну не быстро закончились, а я просто быстро сняла видео, не стала накапливать очень много. Вот. Поэтому я с вами прощаюсь. У меня еще много дел. Вот хочу маникюр сделать. Вот сегодня выходной, так что хочу по максимуму все сделать, хотя вот уже вечер. И желаю вам хороших дней, хорошего настроения, вечера, вот, и рабочей недели, потому что я, наверное, выложу это видео уже на недельке. И пойдем, наверное, ну, все новые средства, как бы, да, которые вот закончились, у меня уже новенькие куплены, кроме вот этого. Так что, когда пойду я в... завтра я планирую пойти в улыбку радуги и там все это приобрести. Все, девочки, на этом пока. Всем хорошего настроения. Подписывайтесь на канал, пишите мне. Всем пока.